Аварийный комиссар Круглосуточно, 24 на 7. Запомните и звоните. 622-522-610-836. На ободном шоссе «Шевроле» врезалась в «Рено». Всему виной стала невнимательность и несоблюдение дистанции водителям «Шевроле». Оба автотранспорта двигались со стороны Хрящевского шоссе в направлении улицы Новозаводской. У автомобиля виновника ДТП серьезные повреждения. У него полностью деформирована передняя часть кузова. А у «Рено» был поврежден задний бампер. Оформлением аварии занимался сотрудник ГИБДД. Были проведены замеры, опрошены водители и назначена дата разбора. В Елховском районе «Лада» врезалась в тросовое ограждение и перевернулась. Машина под управлением мужчины исследовала по автодороге Елховка-Никитенко. В какой-то момент водитель превысил скорость, допустил съезд с дороги с последующим наездом на тросовое ограждение и опрокидыванием автомобиля. Одной из причин аварии могло стать скользкое дорожное полотно. Точная же причина будет установлена в ходе разбора ДТП. По предварительным данным, мужчина не был пьян. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас водитель находится под наблюдением врачей. В Требоквартале в минувшую ночь грабители-неудачники попытались обворовать магазин. Но попытка не увенчалась успехом. Неизвестные разбили стекло на входе в супермаркет. Злоумышленники проникли внутрь и попытались разбить стекло на вторых дверях. Но этого сделать им не удалось. На шум выбежали сотрудники магазина, которые были в подсобке. Они спугнули хулиганов. В итоге те скрылись в неизвестном направлении. Догнать злодеев не удалось. В настоящее время сотрудники службы безопасности изучают видео с камер. Об этом сообщили в соцсетях. За подобное грозит уголовная ответственность по статье «Разбой». Ставропольская госавтоинспекция призывает автовладельцев воздержаться от поездок по автодороге М5 в сторону Жигулевской и Тольятти. Это связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В ближайшие дни обещают снегопад и метель. До прохождения спецтехники снегопад может привести к осложнению ситуации на дорогах и затруднению движения. Из-за этого повышается риск возникновения ДТП. В связи с этим рекомендуется проявлять особое внимание и осторожность во время управления транспортным средством. В Тольятти ведется розыск мужчины, который преследовал несовершеннолетнего ребенка. А все случилось 12 декабря. Неустановленный гражданин шел за несовершеннолетним подростком 2002 года рождения от улицы Чайкиной до его местожительства, а дома по улице Мурысева. По данному факту разыскивается мужчина на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, глаза ярко-голубого цвета, седобласы, короткостриженные, гладко выбритые. Был одет, меховая шапка серо-голубого цвета, дубленка с меховым воротником, белая рубашка, галстук, жилетка, брюки классические черного цвета, ботинки черные. Если вам что-либо известно о разыскиваемом человеке, просьба сообщить по единому номеру 102.